Друзья, вчера мы с Еленой Синяковой были в офисе, очень поздно закончили, в 8 вечера, поэтому сегодня мы опять едем в офис, потому что сегодня будут программисты, будем какие-то нюансы узнавать по расстановке бинара, то есть компания, уже теперь могу подтвердить, что компания работает действительно, исполняет все то, что обещано. Мы знаем, что послание Клауди Энрике Барак Обама, которое вышло две недели назад, было направлено мастерам его отчет о происходящих событиях и немножечко сегодня поясню, что происходит. Мы знаем, что за последние две недели много изменений, момент инаугурации книги мы уже знали четко, что неподтверждение исполнения обязательств по Eagle Bitrade от президента Junior Moral вынудило компанию пойти на жесткие меры, поэтому там разграничение функций идет. Андрей Жариков все нормально объяснил, очень хорошо перевел и объяснил позицию сегодняшнего руководства по отношению к слиянию компании. Это не означает, что компания будет аннулирована. На сегодняшний день, я не знаю, какое будет название, возможно, оставят ID Eagle, возможно, как-то изменят, но вчера Мигел не сказал достаточно четко, какое название компании в новом виде видит Клаудио Энрике. Но он видит эту компанию с переносом всех обязательств, которые были даны на слиянии двух компаний, перенос в новую компанию. Для чего? Для того, чтобы никто из партнеров Eagle Bitrade не потерял свои деньги. Вчера уже вот убедилась Елена, вчера мы смотрели опять документы. Сандра очень подробно вчера рассказывала все, что касается шахты, золото, хранилища, где, каким образом. Единственное, что я могу сказать, как вчера сказал Мигел, никогда документы публиковаться не будут и больше этот вопрос не задавайте. Кто хочет, приезжайте в офис, теперь шикарный офис, целый этаж, именно для работы с партнерами. Приезжайте, смотрите, все доступно, все может быть показано, все прописано от уставных документов до документов, которые говорят о наличии активов компаний в различных направлениях. На сегодня мы имеем холдинг, холдинг, который имеет, ну вчера мы насчитали 8 подразделений, 8. Поэтому мы не единственное и не главное подразделение на сегодняшний день, я имею в виду MLM, которое входит в холдинг Феникс. Холдинг занимается разработками научными, добычей, продажей, разработкой криптографической, много-много-много функций, которые объединены в холдинг. Это база компаний Клаудио Энрике, вся база. Поэтому сегодня доходность, от которой мы, акционеры, не забываем, что мы теперь уже все с вами акционеры, получаем доход, она исчисляется целым перечнем компаний. И трейдинг в ней это одна небольшая доля, только лишь. Вчера мы в среднем узнавали по маркетингу, я позже буду это все говорить, по маркетингу мы еще будем работать сегодня, я все расскажу как. Скажу, что все только к лучшему сделала. Но на сегодня компания сделала главный шаг и уже объявила о нем вчера, что? Значит, салда у морозу будет переведено в коины за минусом пакета, который в последний период у вас был проплачен в Игл Биттрейде. Вот стоимость пакета, это ваш новый пакет с 24 декабря в системе, которая запускает бизнес, обоснованный, подтвержденный, легальный. С января месяца бизнес, который ежемесячно будет через email предоставлять вам отчет о вашей деятельности, хотите, показывайте в налоговой службе своей, не хотите, это ваша ответственность. Для меня это шикарная, в общем-то, возможность, которая легализует полностью этот бизнес. И компания несет ответственность за все то, что она обещает, делает с нами, и мы можем в любой момент, имея эти фактуры, в любой момент разговаривать с компанией с точки зрения закона. Это важное дополнение, которое мы вчера услышали. Поэтому на сегодняшний день, получая пакет, который равен пакету, который вы оплачивали, либо делали апгрейды в последнему пакету в Игл Биттрейде, мы начинаем новый бизнес в новом маркетинге, который слегка изменен. Мы знаем, что у нас 5x теперь пассив, и доход мы получаем из нескольких источников. У нас пассив будет падать один раз в месяц. Все дополнения я скажу об этом позже. Все остальное по маркетингу мы получаем, как и было ежедневно, мгновенно, все эти моменты, чуть-чуть позже, когда уточнения все будут даны. На сегодняшний день все, что касается монеты. Друзья мои, если бы была возможность нам больше завести денег и купить монету, мы вчера услышали, увидели в документах, подтвердили для себя, стало понятно, почему столько инвесторов сейчас покупают монеты. Но для партнеров возможно купить монету по цене, вот которая будет рассчитана, чтобы дала нам 5x, там получается 38, по-моему 68 считают стоимость монеты. Вот 5x разделите, чтобы получить 7 с копейками. Это определено только салда Морозу до 3 августа для всех партнеров. Если мы на сегодня захотим покупать и вводить деньги, на сегодняшний момент по вайтпепер, который опубликован, право дано всем не партнерам, а желающим инвесторам приобрести монету по цене. Скидка от стоимости 70%. Она на вчерашний день получила 11,90 доллара стоимость коина. Ее определил в новом вайтпепере, определил Клаудио, и эта цена остается до 23 декабря. Много желающих, мы посмотрели, ну уже в сотнях тысяч, в миллионах, в общем-то у них и договора есть на самом деле. Кто хочет смотреть в офис, опять же, еще раз повторил вчера Мануэл, извините, Мигел, что все, кто хотят проверить документы, лично в офис. Ничего публиковать они не будут. Подтверждены регистрации, все документы в Дубае, основной офис. Теперь офис в Португалии, европейский, который тоже является вторым основным, компания использует как рабочий для доступа всех партнеров, кто хочет посмотреть официальные документы. Не обязательно лететь в Дубае, но основной счет это Дубае. Поэтому, что касается легитимности компании, его легального бизнеса, возможностей, широчайших возможностей для развития в дальнейшем бизнеса, открытые пути для России, в том числе. Мы вчера услышали и были рады услышать это, что у Клаудио в рамках БРИКС два его бизнеса развивается. Один бизнес исключал Китай и Россию, а вот второе направление, которое на сегодня, это эти технологии, новые технологии, это очень много интересных продуктов, которые включают в том числе и Россию, и Китай. Поэтому перспективы действительно шикарные, учитывая законодательную базу России, потому что Клаудио Энрик Обама работает на очень высоком уровне, договорном уровне через дипломатические службы. Не забываем, что он, ко всем прочему, политик. Поэтому все, что мы вчера увидели и услышали, вселяет надежду то, что 24 числа все состоится. Это не будет прямо в один день 24 числа. Главный вопрос, который нас волновал, это возможность продажи, на каких биржах, каким образом, не будет ли падения цены ниже 38. Вчера нам все обосновали. Хочу вас всех успокоить. Практически все большие биржи, кто где зарегистрирован, пожалуйста, можете потом этой биржей воспользоваться. Все большие крупные биржи, на всех будет торговаться коин. Там есть определенная работа с командой разработчиков эфира, то есть команда, которая работает с платформой эфира, их порядка 50 человек, которые подтверждают, нет, 500 человек, это в 50 странах, да, которые подтверждают, имеют уже коин, была проведена работа, 20% коинов были определены для них. Они подтверждают свое намерение работать с этой монетой практически на всех биржах, что дает нам уверенность в том, что мы получаем возможность продажи. И не спешите продавать все сразу, посмотрите, будет рост, и будет рост серьезный. Возможность работать с нашим коином на перспективу вперед. Ниже 38, определенная планка нижняя, не будет ниже цены. Это единственная монета в мире, которая подтверждена всеми возможными и невозможными способами. Мы вчера документы видели. Ее нижний предел подтвержден, 38 долларов. Поэтому ниже не будет. Поэтому посчитайте, кто есть инвесторы, есть желающие, среди россиян в том числе. Есть отдельный механизм, мы теперь его уже знаем, потому что у нас есть работа с инвестором. И мы знаем, каким образом. Четыре документа инвестору гарантируют надежность его вложений. Четыре. Причем ему не нужно ждать два, три, четыре месяца. После 24 числа реализовать монеты он тоже сможет. На тех биржах, на которых он работает, либо кто-то из его окружения работает. Все крупные биржи. На сегодня это все. Новости какие-то еще будут сегодня. Завтра дадим еще, еще пофотографируем офис, дадим еще какой-то маленький репортаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова